Здравствуйте! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua Я очень рад представить вам модель Lenovo P780 Так как модель является очень популярной Буквально последняя модель осталась из второй партии Нужно записать обзор и просто этот телефон отправить С первой партии даже не успели записать обзор Потому что телефон просто приходит и просто на расхват сразу же идут заказы на эту модель Модель является флагманской Называется она Lenovo P780 Очень много достоинств, очень много хороших аспектов у нее Очень сложно найти минуса Но давайте о каждой детали чуть-чуть поподробнее Стандартно рассмотрим комплектацию Поставляется модель вот такой вот упаковки от Lenovo Сзади есть информация о данной модели Что это именно Lenovo P780 В комплекте у нас поставляется OTG кабель Так как данная модель поддерживает эту функцию Можно подключать мышки, клавиатуры, флешки, все что угодно В комплекте есть вот такая вот зарядка Зарядка необычная, а зарядка двухамперная Сейчас посмотрим Да Зарядка, видите, внизу Два вольта, две тысячи миллиампер И это означает то, что смартфон очень долго заряжается Благодаря своему аккумулятору Инструкция, переходничок Гарнитура и USB кабель И давайте перейдем непосредственно к нашему смартфону Потому что именно он является самым интересным Во-первых, хочу сказать, что корпус Корпус у нашей модели выполнен из металла Вот эта металлическая крышка Вот это тоже металлические крышечки все эти Спереди экран покрыт защитным стеклом Которое не царапается Это у меня пленочка на экране Поэтому есть некоторые царапины Спереди у нас логотип Lenovo Датчики приближения освещенности Динамик отличнейший Три сенсорных кнопки Меню домой и назад С этого торца у нас только качелька громкости Сверху у нас разъем под наушники Кнопка включения-включения И микро-USB Который защищен вот такой вот Защелочкой С этого боку у нас нет ничего Снизу у нас микрофон Ну и вот сзади у нас металлическая крышечка Которая открывается Тут есть такая Ячейка Вот Открываем мы эту металлическую крышечку Видим, что у нас аккумулятор 4000 мАч Это непосредственно самый главный плюс данной модели Потому что это реальные 4000 мАч И телефон способен держать Порядка 4-5 суток В нормальном режиме работы В режиме работы Скажем так Как телефон Позвонил Положил, позвонил, положил Он будет работать намного дольше Так Есть у него две сим-карты Разъем под Микро-SD карточку Камера Камера на 8 мегапикселей Есть вспышка Передняя камера у нас слабенькая Всего лишь там 1,2-1,3 мегапикселя Крышечка вот такая Вот у нас металлическая Такая Итак, давайте посмотрим непосредственно на нашу модель Начнем мы свой обзор Непосредственно с Antutu Я всегда начинаю обзор Посмотрим технические характеристики Сейчас он включится Смартфон очень мне импонирует Обращаю ваше внимание Что толщина его Ну совершенно не толстый Несмотря на свой огромнейший аккумулятор Это очень редко встречается На практике То есть смартфон Очень Имеет емкий аккумулятор И очень тоненький Так В Antutu В Antutu наш смартфон набирает порядка 12-13 тысяч баллов Это стандартный показатель для 4-ядерного MTK6589 Что вы можете видеть Идем по характеристикам Видим, что это Lenovo P780 Процессор работает на частоте 1,2 ГГц Разрешение у нас не Full HD И это плюс 720 на 1280 Плюс для игр Для производительности У нас всего лишь 4 ГБ встроенной памяти И 1 ГБ оперативной 16 ГБ карта памяти Стоит у меня Основная камера на 8 1,2 Мп У нас фронтальная камера И 4,2 у нас Android Давайте посмотрим Какой у нас экран Сколько точек касания Я знаю просто, что здесь 10 точек касания И это очень много для 5-дюймового дисплея Я вам говорил уже про аккумулятор Я все смартфоны тестирую в данной программке Эта программка нагружает И за определенное количество времени Она разряжает аккумулятор со 100% До 20-19 Модель набрала 1408 баллов Это очень много Для сравнения Я просто вам скажу, что JAU-G4 Со своим 3000 аккумулятором Набирает порядка 800 Модель Lenovo P770 С 4,5-дюймовым дисплеем 3,5 тысячи МАч аккумулятор Показывала там что-то в районе 850 Эта модель показывает 1480 То есть, чтобы разрядить данную модель Потребовалось вот это вот число 1480 деленное на 3 Мы получаем минуты То есть, я его тестировал реально Я его поставил на ночь И ночь он у меня работал С максимальной яркостью экрана С нагруженным процессором На максимум Порядка 8 часов 8-9 часов Это шикарнейший результат Давайте посмотрим наши Датчики, какие есть в данной модели Через программку Z-Device Test Датчики у нас стандартные У нас есть отлично работающий GPS Чуть позже будет этот тест Есть компас Датчик акселерометра Датчик освещенности Датчик приближения Есть у нас гироскоп Это не бюджетная версия Это версия премиум Поэтому гироскоп обязательно будет По поводу прошивки Прошивка у нас русскоязычная Нигде вы никакого китайского софта Не найдете Потому что это именно Официальная русскоязычная прошивка С завода он приходит С английским языком Либо с частичным русским Я, если честно, не помню Но знаю, что мы обязательно Их все прошиваем Потому что Так будет лучше Такой смартфон должен быть Идеально переведен на русский язык Значит, что есть интересного в прошивке Во-первых, у нас есть Вот такая вот менюшка Когда на рабочий стол выходишь Можно посмотреть столы Можно посмотреть Вот эти все эффекты Эффекты Переворачивания Столов вот этих вот темы Фоновые заставочки все Также менюшку можно вызвать И с помощью кнопочки меню Самой на рабочем столе Тут у нас то же самое То есть темы Обои, эффекты Рабочие столы И тому подобное Интересное менюшка У нас есть сверху То есть тут Стандартно Звуки То есть громкости звука GPS, Wi-Fi, Bluetooth Интернет, режим полета И вот здесь вот у нас есть Яркость Есть переворот Есть ожидание То есть это Как быстро тухнет экран Есть интересная функция батарея Батарея это фирменная фишка Смартфонов Lenovo То есть это Непосредственно приложение Которое может Оптимизировать работу Данного устройства И сделает его Либо максимально Производительным Либо максимально Работающим Тут показывается На что, как, когда То есть на что Оно разрядилось Почему, как Заряд аккумулятора И тому подобное Вот есть Такое меню Такое меню Есть настройки Настройки различные Пониженное Энергопотребление Активность сети При блокировке экрана То есть Ну все направлено Чтобы у вас Смартфон С 4000 мАч Еще и Работал Еще и больше Чем нужно Внутри прошивка В настройках Тут все стандартно В принципе Все понятно Ну немножко Значки Своеобразные Вот тут Три основных настройки Это параметры Настройки Все настройки Тут Более такое Привычное нам меню В настройках Мы можем видеть Датчики и жесты Очень интересная функция Есть умный Отклик Скорее всего При входящем вызове Просто поднесите Аппарат К уху И он Сравн То есть Не нужно будет Клацать на экране Просто подносите И разговариваете Общие параметры Это Опять же Wi-Fi Bluetooth Яркость Яркость у нас Сейчас стоит На максимуме Давайте посмотрим Наш дисплей Дисплей у нас 1280 на 720 пикселей В принципе Это хороший показатель Это такой показатель Который будет Хорошо отрабатывать Современные игры Углы обзора Давайте сейчас посмотрим Вот наша картинка Ну как по мне Цвета не сливаются Вот единственное Что вот здесь Вот эти два крайних Но я тоже вижу разницу Поэтому я не могу сказать Что они сливаются Поэтому IPS матрица Законная И Одноподобная Ну и картинки Яркие картинки Давайте посмотрим Как у нас Воспроизводит Это все Смартфон Картинки яркие Быстро они Открываются Пролистываются Сочность картинок Все на высочайшем уровне Ну откровенно сказать Да Дисплей не такой Как там В Zopo C2 В Zopo 980 В iOcean X7 Дисплей проигрывает Но смартфон Берет другим То есть он Он производительный Он очень Долго работает От аккумулятора То есть можно уехать Даже в отпуск И ни разу не заряжать Телефон Если вы там Толком ним не пользуетесь Иногда там По телефону Разговариваете Смартфон Отлично В принципе Как и любой MTK6589 Справляется С потоковым YouTube Видео Это вообще Без проблем Сейчас вам Это продемонстрирую Звук Звук у нас Отличнейший Поговоря вот этому Дромкому динамику Как я обещал После нашей Чтобы я не держу Так Идем дальше Посмотрим Как у нас Воспроизводится Full HD Видео Без конвертировки Стандартно То есть Я его просто Они закидываются На флешку На карту памяти Они у меня сейчас Тут где-то есть Сейчас найду Звук очень хороший Громкий В режиме видео Данный аккумулятор Продержится Наверное Часов 10 Это как минимум Давайте посмотрим Современные игры Как на нем Запускаются Так же Давайте посмотрим Камеру в данной модели У нас Задняя камера На 8 мегапикселей С отличным Автофокусом Но Я считаю Что Оптика Оставляет Желать лучшего То есть Можно было За эти деньги По которым Продается смартфон Сделать что-то лучше Фронтальная камера Вовсе у нас Такая Размыленная Я сделаю фотографию Обязательно Посмотрите Выложим Под этим видео По ссылкам До новых встреч Человек Хотя Покупming Заде Дальном Немнож ��터 Покуп了 Безтон Субтитры сделал DimaTorzok Металлический корпус 2 сим-карты Великолепный аккумулятор на 4000 мАч Я повторюсь, работает 4-5 дней В режиме Довольно напряженном Чтобы посадить аккумулятор За сутки, за двое Это нужно так постараться Так нужно GPS нагрузить его играми Очень нужно постараться Чтобы его разрядить Прошивку мы делаем Качественную русскую Прошиваем, тут никаких вопросов нет Какие минусы я могу Отметить Минусом для некоторых людей Может стать вот этот дисплей Который не Full HD Который по супер технологиям Выполнен, но я считаю отчасти Что это отчасти минус Так как мы идем только вперед Технологии только растут Продвигаются Но отчасти это плюс Потому что с таким экраном Смартфоны себя хорошо чувствуют По производительности В играх и тому подобное Еще минус Минус Считаю вот эту заглушку Тоже минусом Неудобно ее открывать Иногда аж запариваешься Пока ее откроешь А так А, ну и еще минус Я считаю камера Восьми мегапиксельная камера Какая-то она За две с половиной тысячи гривен По которой продается Эта модель Цена Камера Скажем так Не совсем топовая Хотелось бы лучше В принципе все Модель очень классная Обращайте внимание Разлетаются У нас приходят Огромные объемы И сразу же уходят Потому что Модель действительно Очень популярная Очень давно Я хотел снять на нее Спасибо за внимание Ставьте лайки Если нравятся мои обзоры Следите за обновлениями На нашем канале Заходите на наш сайт Спасибо вам большое Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok